Процесс начался с пачки документов. Дмитрий Лопатин представил суду кучу медицинских справок о состоянии своего здоровья. Мужчина подтверждал проблему с нервом, постановку на учет как инвалида третьей группы, но есть нюанс. Лопатина с него сняли еще в 2016 году. Произошел допрос Лопатина, где он принес свои многочисленные справки, которые, в принципе, по сути, на момент 2020 года не имеет никакого отношения. Это 2012 год, 2023 год, что он где-то там получил очередную травму. То есть никакого отношения к 2020 году эти справки не имеет. Михаил Старцев был против приобщения к делу этих справок и заявил, что еще не видел инвалидов, устраивающих драки. Но судья все же прикрепила справки к делу. Затем Лопатин озвучил свою версию событий. В ней он приехал в злополучное кафе, чтобы познакомиться с девушкой. Ему, кстати, понравилась Лилия Ворогушина, девушка из компании Михаила Старцева. Но на предложение познакомиться со слов Лопатина, Ворогушина в грубой форме отказала мужчине. Тот ответил и к словесному конфликту подключился Старцев. В этот момент Дмитрий Лопатин направился к машине, чтобы взять трость. Хотел избежать конфликтной ситуации, побоялся, что в силу своего здоровья получу по голове. Пошел к автомобилю, в нем лежала трость. Зачем вы взяли трость? Вы в защите нуждались? Да. Вы звали на помощь? Нет, никого не звал. Что произошло дальше, мы слышали много раз. Потасовка закончилась смертью Павла Рохлова, который принял мужчину с тростью за инвалида и решил заступиться за него. Прокурор, допрашивая Лопатина, несколько раз возвращалась к моменту начала драки, когда Лопатин пошел к машине за тростью. Вот его объяснение. Вы когда отмахивались, Старцев какие-то активные действия проявлял? Он шел на меня, шел целенаправленно, агрессивно шел. Но я вижу же по лицу, что человек настроен драться. Видно же. На следующем заседании стороны продолжат допрос Дмитрия Лопатина. Напомним, его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести Михаилу Старцеву, который второй год отбывает наказание за причинение вреда, повлекшего смерть по неосторожности. По предварительным планам, до осени суд должен вынести решение по делу Лопатина.